Что я осознала недавно со своей дочерью. Когда у нее пошли конфликты в школе, и учитель, и постоянно на учителя злится, я говорю, может, в учителя ты засунула меня, и то, что ты не можешь проживать со мной, ты проживаешь с учителем, она говорит, нет. Так как я могу выражать эмоции, говоришь, я на тебя злюсь, что мне не нравится, у нас с тобой проблем нет. Я говорю, окей, тогда расскажи мне, что для тебя, учитель, что ты чувствуешь? Я чувствую злость, я чувствую какую-то опасность, у меня сразу болит от нее живот. Я говорю, хорошо, закрой глаза и вспомни ситуацию, когда у тебя болел живот, и ты чувствовала опасность. И там фигурировало просто слово «учитель, учитель, смотри, учитель». На что она, закрыв глаза, погрузившись глубоко, чувствовала эту тяжесть, этот страх, который приходит в живот, и это чувство страха небезопасно. И она вдруг мне говорит, бабушка, повесила ремень и говорит, если будешь себя плохо вести, вот учитель, вот учитель. На что я сказала сейчас, дай определение, что ремень и учитель, они не вместе. Ремень – это ремень, а учитель – это учитель. Как сейчас тебе, когда ты возвращаешься здесь и сейчас, и я тебе говорю, учитель, а вот там лежит где-то ремень. Она говорит, тогда у меня больше нет страха ни к ремню, ни к учителю.